Девушки отдыхают Самые странные нельзя говорить Какая-нибудь работорговля там будет Зависит мозг Ну буровая вишка почти самая дорогая была Ну они отметили как проданная Какую суперспособность ты бы хотел иметь? Ум Это типа к волшебнику из изумрудного города Расскажи кратко о своем профессиональном пути Как ты дошел до текущей позиции? Вначале я Учился на экономиста Как ни странно Я окончил вуз с профессией менеджмент Но так получился Что потом перешел в фирму Которая занималась именно project management Был момент когда фирме необходимы были программисты И я решил помочь Потому что быстро нужно реализовать маленький проект Начал учить PHP Помогать ребятам Чтобы они все это успевали Соответственно потом как-то закрутилось И постепенно перешел на разработку Разрабатывал Сначала работал в Армении Потом переехал в Москву И продолжалось это уже все дальше И дальше и дальше в разработку Но сейчас ты занимаешь позицию технического директора То есть это же больше уже не про разработку наверное Да Как раз такое ощущение Что немножко вернулся к корням То есть из разработки опять возвращаюсь Немножко в управление Юла это сервис объявления, да? Ну да, можно Это сервис объявления Который изначально ориентирован на гео Гео ориентирован на сервис, да На каких технологиях вы разворачивали этот сервис? Ну изначально мы выбрали самые популярные технологии Которые есть на рынке Опенсорсные То есть это геообеспечивало Elastic Search Ну и взяли PHP как основу Cache, Redis MongoDB как основная база данных Которая для многих интересна Как технология И начали с этим Делали MVP Потом все это Хорошо отработало И сервис начал развиваться Вот вы запускались Где-то в 15-м году Да В октябре 15-го года В 15-м году Выбор PHP для разработки Это все-таки не самый очевидный Это уже была не очень модная технология Как Ну то есть на основе чего был выбран именно этот язык? Ну я думаю все-таки PHP Не модное Но стал один из тех языков Которые обеспечивают свою задачу То есть обеспечивают быстрый старт Какого-то проекта Веб-проекта АП-проекта То есть Тут уже не важно С каком языком нужно начинать Более важно Какая инфраструктура Организовывается вокруг этого языка Поэтому сам язык Уже меньше роли В этом имеет Поэтому А PHP был выбран Просто потому что Конкретно я знал PHP В этот момент Лучше, чем все другие языки И решили Почему бы и нет Для быстрого старта Она Идеальное решение было А почему выбрали Вот Монгу То есть документоориентированную Большую базу данных Не скилл решения Ну Сначала проанализировали Что есть Что мы должны сделать Требования были Довольно Ну Обширные То есть Непонятно было В каком направлении Сервис будет расти А документная база данных Дает возможность Быстрого масштабирования Ну и последний Из этой тройки Собственно Elastic Search Опять же Ну Напомню 15-й год Elastic Search Или Sphinx Или Sphinx Да Почему Elastic Поисследовал Немножко Как Sphinx Так на тот момент Работала К сожалению На тот Sphinx Не было Геопоиска Удобного Геопоиска Только-только Зарождалось И решили И решили Что Elastic Search По Геопоиску Довольно Уже Продвинутый И С него Позволялось Легкостью Быстро Использовать Двинемся дальше Вот 15-й год Вы запускаетесь У вас Аудитория Примерно Там Два с половиной Миллиона Да? Была? Ну Да Ну Официально Да Примерно Такая В принципе Это Как бы Можно сказать High load С натяжечкой Но еще Не совсем High Да Load Но не High В прошлом Году Если не У вас было Порядка 25 Уже Миллионов Это Уже Прям High load Как Вот эти Технологии Показали Себя В процессе Роста Нагрузки Развития Сервиса И Роста Нагрузки В плане Посечаемости И Роста Усложнения Потому что Вы же очень много Допилили функционала Да Ну да Рост у нас Реально Был очень быстрым И технически Мы пытались Успевать За этим ростом Соответственно Было Очень часто Такое Что мы Достигали До каких-то Пределов Текущей технологии Читали Исследовали Пробовали Открывали Для себя Новые возможности И двигались Дальше То есть Например Тот же MongoDB Сначала Мы плохо Умели его Готовить Росли Росли И уткнулись В некий Предел Потом Поисследовали Почитали Поменяли Немножко Подходы Работы С базы Данных И получился Так Что Дал нам Еще Такой Аплифт То есть Большой Скачок В развитии И до сих пор MongoDB Уже Там Шардированный Кластер Работает Идеально Ваш Экспертный Уровень Рос Вместе С Проектом Есть Еще Такая Интересная Штука Когда Стартапы Быстро Вырастают В принципе Проекты Быстро Растут Они Частенько На первых Порах Просто Падают Потому Что Никто Не ожидает Быстрого Роста Не ожидают Какого-то Определенного Поведения Технологии Вы Как-то Справлялись С этой Проблемой Ну Конечно У нас Тоже Ну Конечному Пользователю Это особо И не Видно Но Конечно Любой Сервис Внутри Бывают Технические Проблемы Бывают Проблемы И с Базами И Совсем Может быть И мы Проходили Этот путь Так же Как и Наверное Все То есть Были Моменты Когда Внутри Все В панике Бегут А все Пропало Все Пропало В 3 часа Ночи Кто-то Что-то Правит Но Зато Сервис Работает Конечно Пользователь Почти Не замечает Что Там Что-то Пошло Не так А у вас Есть Какая-то Система Мониторинга Которая Позволяет Чуть Чуть Не в 3 часа Ночи Бежать А в 7 часов Вечера Понять Что в 3 часа Ночи Все упадет Ну Конечно В процессе Полностью Мониторинг Есть Мы Весь Код Все сервисы Покрыли Мониторингом За этим Следим Мы И админы Вся Команда Может следить Плюс К этому Мы Загрузочные Тесты Нагрузочные Тесты Прогоняем Периодически Проверяем Лимиты Нашего Сервиса Что Мы Способны До Скольки Еще Можете Вырасти Очень Хорошо Можем Вырасти Запас Есть Запас Есть Окей В какой Момент Появился Тарантул В этой Схеме Тарантул Появился Почти Вначале Как только Был Такой Эксперимент С Тарантулом Мы Хотели Вместо Рейс Использовать Тарантул И Решили Попробовать Тарантул Сначала Самым Необходимым На тот Для наших Асинхронных Очередей Через Которые Все наши Асинхронные Таски Работают Совой Те Соответственно До сих пор Тарантул У нас Остался Менеджером Очередей А Рейс Остался Кишом Сразу Возникает Разумный Вопрос Тоже Не самая Популярная Технология Рейдис Поэтому Я Напомню Тем зрителям Которые с ним Не сталкивались Что у него Есть Серьезное Ограничение В плане Масштабируемости Это Объем Памяти Физической Доступной На сервере И Всегда В процессе Развития Роста Сервиса Возникает Проблема С Рейдисом Когда Выбираешь Его использовать У тебя Объема Памяти На одном Сервере Уже Не хватает Вы Как решали Эту Проблему Можно Ну Конечно же Мы Нашли Способ Использовать Рейдис Кластеров Но Думаю Что Это Легче Нарисовать На доске Чем Рассказывать Расскажу Как У нас Развивалась Работа С Рейдисом В системе Изначально У нас Был Просто Рейдис Сервер Это Был Кэш Все Запросы Ходили К нему Но При Развитии Системы Мы Столкнулись С тем Что Как Всем Понятно Мы Столкнулись С тем Что Один Сервис Рейдиса Уже По памяти Не успевал Все Отработать Соответственно Пришло время Его масштабировать Первое Что мы сделали Начали Использовать Клиентское Шардирование То есть Взяли Поставили Еще Несколько Рейдисов Рейдис 2 Рейдис 3 И воспользовались Клиентским Шардированием То есть На уровне PHP Делали Функционал Шарда Это Определенное Время Работало Очень Хорошо Но Мы Опять Столкнулись С проблемой Нам Нужна Масштабируемая Система И Высокодоступная Что Можно Сделать Тогда Мы Решили Что Пора Уже Использовать Встроенный Функционал Рейдиса На тот Момент Это Был Рейдис Сентинел Воспользовались Сентинелем Для Высокодоступности Но Сентинелем Поработали Очень Короткое Время И Соответственно Решили Наконец-то Перейти На Кластер Рейдиса Что Мы Сделали Взяли Наши Текущие Сервера Соединили В общий Кластер В общий Кластер Рейдиса Все Сервера Работают Вместе Они Для Клиента Как Отдельная Одна Система С Рейдис Кластером Система Так как Наша Система Работает В нескольких Дата-центрах Для Всокодоступности Как Только Какой-нибудь Из Рейдис Умирает Соответственно Все Остальные Происходят Перебалансирование Системы И Другие Рейдис Забирают Весь Поток Нагрузки На себя Ну Если Умрет Два Дата-центра То Уже На Один Рейдис Поток Вырастет Х3 Это Уже Для Системы Будет Довольно Критично Но Выживет Мы Пошли Дальше Так как Эта Система Она Хорошо Работает Но Не Обеспечивает Разделенность Разных Систем То Так как Мы Более Сервис Ориентированная Архитектура У нас Решили Сделать Как Мы Решили Использовать Несколько Кластеров Рейдиса Которые По-разному Конфигурируются То есть Взяли Один Кластер Рейдиса Назвали Его Темп Сконфигурировали Так Чтобы Рейдис Никаких Дампов Никаких Промежуточных Дисковых Операций Не делал Ну Диск Рейдис Работал Только В памяти Это Наш Темп Кластер Который Работает Только В памяти Взяли Еще Один Кластер Назвали Его Дата Дата Кластер Это Тот Кластер Где Сохранятся Ключи Которые Очень Сложно Прогревать Соответственно Он Периодически Сохраняет Все данные В виде РДБ В диск На Диск Постепенно Данная Структура Дала нам Возможность Масштабироваться Очень удобно Таких Кластеров Появилось Очень много То есть Для каждой Конкретной Функциональности Для каждого Конкретного Сервиса В нашей Системе Мы Сделали Отдельную Кластер Например Назвали Его Продукт Юзерс И так далее То есть Каждый Кластер Сохраняет Только Те данные Которые Для него Предназначены Таким Способом Наша Наша Вся Система Разделилась На Мелкие Высокодоступные Системы С помощью Которых Мы Масштабировались Очень легко Каждый Кластер Уже Масштабируется Отдельно Не В зависимости От других Параллельно Мы Столкнулись С тем Что Как только Код Работает С серверами Редис Сталкиваются Очень Большие Проблемы Так как У нас E2D Редис Кластер И Есть Очень Много Нодов В Каждом Кластере Конфигурируемая Система Может быть От Одного До Около Шестнадцати Тысяч Нодов Редис Что Мы Сделали Каждый Раз Когда Клиент Подключается PHP Клиент Подключается К Редис Он Получает Карту Слотов То Какой Ренч Ключей Например От Одного До Ста На На Сервере Условно Один 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 Какая Часть Ключей Где Находится И Каждый Раз При Подключении К Кластеру Этот Слот Мап Нужно Получить Для Процессора Редиса Это Очень Тяжелая Операция Так как Он Должен Пробежаться По Всем Нодам Своего Кластера И Поднять IP Адрес Что Мы Сделали Это Рекомендуется И Основателю Мирей С Разработчиками Мы Сделали Так На Стороне PHP Мы Реализовали Кэш Слот Мап Слот Мап Кэш Слот Мап Кэш Дает Нам Возможность При Подключении К каждому Кластеру Один Раз Прокеш Все Адреса Которые Ан Использует И Дальше Все Последующие Скрипты Работа Скриптов Уже Этот Кластер Не Запрашивает Это Дало Нам Примерно От 20 До 30 Процентов Экономии На CPU Редис Кластеров Это Для Текущей Системы Где Очень Много Серверов Довольно Большой Аплифт Соответственно Мы Быстро Решили Решили Проблему И Получили Очень Высокодоступные Градис Кластера Сейчас PHP Ну В принципе В стек Технологии PHP Redis Ластик Еще Как бы На слуху А PHP Redis Это Все-таки Такие Считаются Не очень Модные Технологии Нынче Насколько Сложно Привлекать Новых Разработчиков В сервис Что Вы Как Работодатель Обещаете Новым Сотрудникам Чтобы Они К вам Ринулись В плане Сотрудников У нас Мы Ищем Только Самых Лучших Потому Что Знание PHP Это Не основа Для Принятия Человека В работу Человек Должен Понимать Именно Архитектуру Как Работы С Хайлуади И Как Конструировать Хайлуат Проекты То есть У нас Работают Прям Самые Крутые Разработчики Которые Есть Их Маленькое Число Обеспечивает Рост Большого Сервиса То есть Мы Имея Маленькое Число Разработчиков Можем Делать То Что Другие Компании В 10 Раз Больше Разработчиками Не могут Сделать А Сколько У вас Разработчиков Цифру Не скажу Но Они Реально Очень Маленькие Для такого Проекта Самые Лучшие Хардкорные Разработчики Там Как Можно По-разному Назвать Как Их Определить То есть PHP Знать Необязательно Что Тогда Знать Обязательно Какие Вопросы Задаются На Собеседовании На Собеседовании В основном Задаем Архитектурные Вопросы Как Организовать Сложные Структуры Как Обеспечить Доступность Например Если у нас Есть 20 тысяч РПС И Используем Какую-нибудь Технологию Тот же Эластик Тот же Редис Тот же Монго Как Можно С этим Справиться Как Правильно Масштабироваться Как Правильно Решить Проблемы Роста И Текущего Масштаба А программную Архитектуру Как Это Раньше Было Модно Спрашивать На PHP Собеседованиях Но это Конечно Не на Крутой Уровень А на Начинающий Тем не менее Что-нибудь Типа Вопросов Мы не задаем Да Есть же Более Сложные Вопросы Которые Относятся Именно К программной Архитектуре Да Ну Про Паттерны Мы не Спрашиваем То есть Все Банду Четырех Выкинуть Не Нужна Не Конечно Нужно Но Это Нужно Спрашивать Уровню Junior Middle Про Паттерны Но Мы Ищем Всегда Лучших И Человек Эти Паттерны Уже Понимает Плюс Учить Паттерны Для Собеседования Очень Легко Можно За День Два В Википедии Прочитать Все Паттерны И прийти И очень Хорошо Про это Рассказать Но Больше Именно Когда Человек Принимает Какие-то Решения Как Это Должно Работать То Паттерны Уже У него Должны Быть Внутри Чтобы Он Понимал Как Это Все Работает А не Просто Прочитал Один Раз И Пришел Рассказал Поэтому Нет Смысла Спрашивать Про Них Есть У вас Отдельная Позиция Для Архитектора Или Каждый Разработчик Сам Себе Архитектор Как Стоит У нас Каждый Разработчик Сам Себе Сам Тоже Архитектор Все Эти Решения Принимают Они Сами И Поднимаются Наверх То есть Нету Сверху Кто-то Кто Диктует Всем Нужно Вот Именно Делать Так Или Так Собирается Ребята Они Сами По Своей Задаче Решают Как Архитектурно Нужно Это Решить И Это Снизу Поднимается Вверх Что Вот Придумано Решение Если Что-то Очень Сложное Затрагивает Всю Инфраструктуру То Это Уже Собирается Маленькая Команда Так Сказать Лидов Которые Обсуждают Это И Решают Как Это Реализовать И В каком Виде В Продакшен Вести Это Не Ведет К Фрагментации Инфраструктурной То есть Тут Такое Решение Здесь Такое Решение Не Решения Они Всегда Обсуждаются Нет Такого Что То есть У нас Есть Даже Процесс Принятия Архитектурных Решений Которые Мы Применяем Во время Разработки И Стараемся Чтобы Это Было Всегда Соответствовало Общим Правилам У нас Есть Традиция Гость Программы Задает Нашим Зрителям Вопрос И Автору Самого Лучшего Ответа Дарит Подарок Есть Ли у Тебе Такой Вопрос Да Конечно Нужно Написать В комментариях Какой Самый Странный Товар Который Продавалось На Юле Что Будет Автору Самого Оригинального Ответа Автору Самого Оригинального Ответа Мы Подарим Сертификат На 5000 Рублей В книжний Магазин Пишите Ваши Ответы Ваши Варианты В комментариях А теперь Блиц Когда тебя Заменит робот В ближайшие Столетия Мак Или Винда Линукс Работа В офисе Или из дома В офисе Любимый Вид спорта Баскетбол Под какую Музыку Любишь Работать Разная От настроения Зависит Рок Поп Какую Суперспособность Ты бы Хотел Иметь Ум Какой Твой Любимый Супергерой Флэш Почему Он Быстрый На что Тебе Не хватает Денег Намного Какую Последнюю Книгу Ты Прочитал Богатый Папа Бедный Папа Какую Книгу Ты Посоветовал Нашим Зрителям Наверное Посоветовал Алгоритмы Андроид Или Айфон Андроид Работать Жить В России Или За рубежом В России Айк Спасибо За интересные Ответы У нас В гостях Был Айк Сарксян Технический Директор Сервиса Объявлений Юла Спасибо Что Смотрели Нас Подписывайтесь На канал Пока Субтитры Семен